здравствуйте дорогие друзья я очень рада приветствовать тех кто первыми ворвались прямой эфир те кто ворваются первыми это всегда самые нетерпеливые самые ждущие самые самые любознательные любопытные поэтому сюда очень рада приветствовать самых первых сейчас пока я жду пока присоединяться остальные я сразу хочу сказать что сегодня у нас не будет ни ответов ни вопросов потому что сегодня просто разговор и у нас будет просто интересный гость с которым сейчас секундочку сегодня будет очень интересный гость собственно ради которого я и делаю этот эфир очень интересная потрясающая женщина и тема нашего эфира сегодня здоровый образ жизни где взять мотивацию я совершенно не случайно взяла эту тему и пригласила этого человека потому что в последнее время стало получать много вопросов примерно одного плана где взять мотивацию для здорового образа жизни то есть люди как бы хотят примыкать к здоровому образу жизни хотят становиться более здоровыми но не все понимают где взять мотивацию сегодня это слово очень модная мотивация то есть не находят силы воли для того чтобы начать вести здоровый образ жизни я пока все еще говорю вступительное слово потому что жду пока соберется основной народ потому что я вижу что еще только 11 человек у нас и и обычно это бывает намного больше поэтому пока просто приветственные слова но прежде чем я начну свой разговор относительно здорового образа жизни я хочу поздравить вас всех от всей души замечательным праздником нашим праздником семьи любви верности и это очень даже для меня символично в этот день выход выйти в эфир потому что именно семьей и связана моя личная мотивация я же вам обещала открыть секреты своей личной мотивации так что меня привело к здоровому образу жизни поэтому моя мотивация она идет как раз из семьи так я поздравляю всех кто в эфире и всех кто будет смотреть в записи эфир с этим замечательным праздником и еще одна моя такая личная небольшая пометочка сегодня день рождения у моей родной тети сестры моего отца это самая взрослая да если можно так сказать взрослая представительница нашей семьи любви и верности и так еще раз повторю что сегодня не будет никаких вопросов и никаких ответов сегодня у нас просто такая особенная тема будет просто разговор а все вопросы на которые вы хотите получить ответы вы сможете оставить потом в комментариях потому что будет запись эфира она будет выложена у меня в аккаунте и вы сможете оставить все свои вопросы в комментариях обязательно отвечу итак начну с себя со своей истории где я взяла мотивацию для того чтобы начать вести здоровый образ жизни те кто меня знают мои старые давнишние подписчики они уже конечно в курсе что это было в 2016 году то есть четыре года назад я тогда была теткой с пола с лишним весом и с букетом болячек которые собственно и набрались у меня в итоге вот этого лишнего веса и в итоге неправильного нездорового образа жизни и я уже сказала что моя история здорового образа жизни связана с семьей а именно все началось с моего мужа мой муж имеет бронхиальную астму и вот тогда четыре года назад я задалась вопросом как бы нам с этим справиться без помощи лекарств потому что все лекарства которые он употреблял приводили только к ухудшению причем очень заметному быстро прогрессирующему ухудшению до такой степени что мой муж уже просто не мог вставать с кровати он был полностью ослабленным не мог работать и дело принимал очень серьезный оборот и вот тогда мне попалась в руки книга огонян и вот тогда я ее проштудировала и вот тогда было принято решение начать практиковать эту методику очищения организма но тогда на тот момент когда эту книгу изучала мой муж был в отъезде то есть я его отправила из субтропиков в среднюю полосу чтобы он хотя бы немного мог раздышаться потому что жить в сочи в субтропиках с бронхиальной астмой это просто ну очень очень жестко так вот поскольку мужа не было я решила на себе опробовать эту методику в итоге я ее опробовала в итоге я получила массу положительных результатов как снижение веса на 26 килограмм так и уход всех моих диагнозов которые меня беспокоили но об этом уже было много разговоров и все кто еще не знает эту историю они могут посмотреть и мой канал youtube и мой блог там везде все очень четко можно проследить главное в чем главное в том что я поняла что жить так как я жила до этого до этого знакомства с натуропатией с методикой оздоровления через очищение через изменение питания то есть жить по прежней схеме я уже больше не хочу не могу и не представляю даже себе это возможно потому что получив эти шикарные результаты я понимала что если я вернусь назад туда я была вот к этому обжорству к этому нездоровым образ жизни я просто откачусь и по всем своим диагнозам и по своему весу я получу все обратно от чего я ушла и этого мне больше всего не хотелось и еще один очень важный момент который я осознала чуть позже когда я уже переехала жить сюда в среднюю полосу россии из сочи когда я уже когда мы уже с мужем провели и ему курс очищения когда мы уже получили хорошие результаты устойчивые и у него по стабилизации его состоянии вот тогда я уже пришла к следующим к следующей мотивации которая оказалась еще более сильной чем первое а мотивация была следующая у меня двое детей это сын и дочь уже взрослые сына 34 дочери 25 у меня замечательные умные красивые дети у каждого из них своя уже личная жизнь свои отношения свои семьи они живут каждый уже по отдельности сам по себе и мы живем в разных городах и и когда я представила как я стану старой дряхлой немощной возможно ходящий под себя вонючей старухой я подумала как же мне будет стыдно если я заставлю своих детей все бросить и и быть возле меня чтобы поднести мне пресловутый стакан воды или поменять памперс меня охватила дрожь при мысли о том что это может реально произойти потому что это сплошь и рядом когда дети досматривают своих родителей такое слово есть я поняла что я катастрофически этого не хочу я хочу до самой глубокой старости быть на своих ногах своими руками себя обслуживать своими трезвыми мозгами все соображать и не нуждаться в стакане воды который мне кто-то будет подносить или не дай бог менять памперс и вот эта мотивация оказалась решающей поэтому я сейчас на этом пути я сейчас уже вообще не представляю как можно жить как-то по-другому кроме как здоровым образом жизни и вот это вот моя история и к этому я постоянно призываю всех своих кто ко мне приходит мои клиенты мои покупатели моих продуктов участники марафонов тренингов и мои подписчики все все люди которые сейчас вокруг меня я призываю вас найдите вашу личную мотивацию чтобы уйти вот от этого очень беспросветного будущего если у вас останется все на своих местах весь ваш багаж болячек лишнего веса и недомоганий и вот сегодня еще одна история история татьяны это эта история наверное еще более потрясающий меня познакомились татьяны вот совсем недавно поэтому все что я знаю о ней это только чудесную историю ее изменения но они она расскажет сама сейчас я приглашу ее к нам на эфир ожидаем татьяну ага татьяна присоединяется вот она наша привет 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 слышно видно все нормально да ну я слышу вижу хорошо как меня слышно видно да да я уже буквально два слова сказала что потрясающая история преображения вот я тебя сейчас вижу ты такая молодая такая пацанка такая спорная такая здоровая скажи пожалуйста можно спросить сколько тебе лет да и конечно мы это собственно имеет отношение к теме нашей встречи я вообще очень люблю говорить сколько мне лет мне 48 лет будет через два месяца 48 я я прости я буду перебивать потому что это как да говори говори вот мне 48 лет я знаю что сейчас очень многие тоже но прям на эмоциях да что вот 48 лет такая потрясающая женщина пацаненок но я знаю что лет шесть назад да ты была в другом виде в другом ракурсе и конечно же с другим отношением к жизни да я когда говорил о вступлении я забыла сказать важную мысль что когда мы меняем свое тело да и свои здоровые привычки в отношении тела физиологически мы меняем не только тело мы меняем мы меняем внешность мы меняем сознание меняем судьбу и вот как раз ты твоя история подтверждение этих вот слов поэтому я сейчас дам слово тебе скажи что было шесть лет назад шесть я правильно не ошибаюсь да скажи что это было и как ты стала другой я хочу поблагодарить за за приглашение на эфир для меня это большая честь и я очень люблю саму тему тема здорового образа жизни и тема мотивации к здоровому образу жизни они мне настолько близки что я могу об этом говорить постоянно я за эти шесть лет пока ну я вам сейчас расскажу свою историю но хочу сразу сказать что за шесть лет рассказывая эту историю за те шесть лет что я в здоровом образе жизни рассказывая историю а я ее рассказываю как тем кого я встречаю людям так и через свой блог я заразила многих людей зожем вирусом зожа люди смотрят на меня приходят в этот здоровый образ жизни и я очень этому рада я получаю от них письма о том что вот столько-то лет назад я впервые с вами познакомился почитал ваш блог и я теперь тоже делаю это и я там изменил себя так то и так то для меня это вообще это такое удовольствие это такой драйв что я вот вот из-за всего этого я сегодня с удовольствием пришла на эфир и еще хочу сказать что послушав вступительное слово бая твое я прямо слышала свои слова я слышала свою историю ну немножко в других обстоятельствах но это все равно это тоже и ты уже произнесла столько важных слов я думаю вот я это хотела сказать это и это и это и вот да о моей истории как бы о мотивации что у меня случилось когда мне было 42 года вернее как до 40 лет примерно я вообще была такой очень выглядела молодо у меня была хорошая фигурка хорошее лицо фигура все было классно я вообще ни о чем не думала никогда а потом внезапно так за пару лет вот к 42 годам все оплыло я как-то прямо постарела значительно и мне мне было даже как-то стыдно что меня видят люди а я раз и вот я была такой такой девочкой такой красавица и тут раз я уже такая старуха тетка у меня реально грузная фигура была и что еще плохо у меня в роду по отцовской линии очень много людей больных раком было у меня умирали дед отец дядя мой брат отца в общем рак косил людей и я же прекрасно понимаю что я в их роду я как бы следующая в этом списке я не хочу то есть я не хочу быть старой я не хочу быть такой апатичной ну без энергии не хочу быть некрасивой и я не хочу болеть я не хочу болеть раком не хочу умереть то есть ну я понимаю что мы все умрем но я хочу чтобы это случилось как можно дальше и я хочу прожить вот то о чем пишут я вот я не боюсь старости но я хочу чтобы у меня была активная старость такая в кайф а не вот это вот у меня нет слов чтобы это писать но я думаю все поняли о чем речь так вот в сорок два года какой у меня был букет я вот даже выписала я заглянула свой блог потому что уже трудно все упомнить я сейчас готовясь к кайфюре выписала те болезни которые у меня были на тот момент когда я пришла в ЗОЖ у меня был периотрит суставов там определенной степени я просто проходила обследование у меня был список моих болезней у меня были проблемы со щитовидкой у меня была инволюция вилочковой железы гидронефроспуль я не врач я прошу прощения если я что-то неправильно называю я как бы это говорю как я это услышала от врачей гидронефроспочек у меня были паразиты по всему в разных местах организма очень много прямо он был засорен в том числе в яичнике я постоянно чувствовала боли в яичнике и я боялась что у меня вот может быть рак этого и я ходила и мне сказали что у тебя там паразит у меня была обезвоженность очень сильное исследование показали сразу хочу сказать что у меня например всю жизнь были вот локти здесь конь эти концы локтей как это сказать они были серого цвета и сухие я всегда считала что это у нас в роду мои мамы были такие же ну мои мамы такие же и я думала это просто такой тип внешности а потом я поняла что это был один из признаков обезвоженности у меня была загрязненность организма продуктами распада белка биологический возраст превышал мой паспортный на пять лет то есть мне было 42 а мой организм уже был изношен так что мне было 47 еще у меня были об этом очень не говорят в эфире но я скажу это у меня были геморрой варикоз вот эти вот неприятные вещи которые у меня были 42 года на минуточку и мне не хотелось этого всего и когда я пошла к врачам я поняла что а мы в тот момент жили на Украине это я вам потом расскажу как благодаря ЗОЖу я потом переехала в Израиль а тогда мы жили в Украине и был экономический кризис все эти неприятности и у меня не было денег на то чтобы лечиться ходить к врачам и я решила помочь себе сама начала искать информацию в интернете и наткнувшись на книгу Галины Шаталовой целебное питание прочитав эту книгу я поняла у меня загорелись глаза я поняла что что состояние здоровья на 95 процентов зависит от образа жизни что вот то что у меня в роду рак то что ну эти вот у меня все болезни есть то есть я 95 процентов этого всего могу исправить и я перешла на сыроедение я очень долгое период времени была на сыроедении а что важно что наверное я не хочу это забыть поэтому сразу скажу я наладила водный режим это очень важно я не пила воду а стала ее пить не менее двух литров в день и это прямо на глазах меняло мой организм и у меня изменилась кожа локти перестали быть сухими у меня локти ну на локтях кожа такая же как и в других частях тела то есть у меня вот эта вот сухость прошла масса всего я возможно сейчас даже не помню я так эмоционально рассказываю в общем питание да я изменила питание я хочу сказать что я полностью отказалась от молочных продуктов и по сей день я их не ем уже шесть лет за шесть лет я не съела ничего из молочных продуктов и я считаю что мои изменения позитивные во многом и благодаря этому я не ем глютен долгое время не ела мясо сейчас я его по чуть-чуть ем так немножечко но долгое время не ела то есть про питание я сказала сказала про воду что еще важно я начала активно двигаться бегать заниматься велосипедом всеми возможными видами все что мне было доступно все это начало применять и я начала меняться и как говорят знаете аппетит приходит с едой вот так мотивация к ЗОЖ она приходит когда ты уже этим начал заниматься ты видишь свои изменения ты прямо каждый день ты видишь насколько у тебя появляется энергия ты становишься лучше любить ты подтянутый фигура классная начинаешь улыбаться во весь рот и это так мотивирует и я вошла вот в этот ритм и выходить из него не хочу и по сей день я очень кратко рассказала что хочу сказать когда я через пять с половиной месяцев вот этого образа жизни не приняв ни одного БАДа ни одного лекарства которые мне профессовали врачи а я говорила да что у меня просто не было денег в той ситуации в той стране ситуации где мы жили у меня не было денег на лечение то есть не приняв ничего из того что мне советовали я для интересов уже обновлённая пришла на те же исследования меня обследовали и врачи сказали такого не может быть такого не бывает что вы делали с собой что вы принимали я говорю ничего я изменила питание я начала двигаться и начала пить воду меня говорят нет такого не может быть я говорю ну как не может быть вот же я В общем, они были все удивлены. И я не знаю, поняли они что-то или нет, но я от них ушла довольная, потому что я ушла с новым списком тех же болезней. И у меня периатрит снизился на большое количество процентов, просто уменьшился до нормальной степени. У меня вообще уже не было проблем со щитовидкой. Гидронефроз почек вообще о нём даже уже не упоминали в моих исследователях. Паразиты, может быть, там оставался какой-то 5%, и было там огромное количество. Обезвоженность прошла. Всё, что я перечисляю, оно либо прошло совсем, либо снизилось в меньшей степени. Про геморрой, варикоз я вообще забыла. Я сейчас о них говорю, потому что я, готовясь к эфиру, пошла и прочитала, что у меня было раньше. Думаю, боже, неужели у меня это было? То есть это прошло. И что ещё здорово, что возраст, уже исследования показывали, биологический возраст уже был меньше, чем паспортный. Но я это всё и чувствовала тоже. У меня был такой прилив энергии, что я, например, не могла сидеть. Вот я сейчас не могу, нужно что-то ждать. Люди все сидят, например, нормальные взрослые люди. Я тоже вроде как нормальный взрослый человек, но при этом мне хочется вскочить, отжаться от пола на руках несколько раз, колесом пройтись, побегать, подвигаться. То есть вот у меня появился внутренний какой-то источник энергии, которого не было раньше. Если раньше мне хотелось полежать на диване, посмотреть кино, скушать что-нибудь вкусненькое, булочку какую-то, то сейчас я думаю, ой, а я могу, вот у меня тренировка будет туда, я поеду или туда, или мне сходить в поход туда, или мне в этот момент записаться там, побегать, или ещё что-то сделать. То есть у меня изменилась сфера интересов. У меня изменилась энергетика, изменилась сфера интересов, и очень сильно изменилось сознание. Вот, Тань, смотри, что происходит, да? То есть когда мы живём в одном образе, для нас по кайфу, вот именно то, что ты сказала, да? Полежать под сериальчик, пощелкать там каких-нибудь вкусняшек, да, под сериальчик, это кайф. Как только ты начинаешь менять свои жизни, организм сам перестраивается на другой, да? На другой уровень. И вот по кайфу становятся уже другие вещи. Вспотеть во время пробежки, да? Пойти там встретить рассвет, и, не знаю, там, поорать во всё горло. Ну, не знаю, и такие вещи, которые раньше ты не делал, да, вообще, что это может доставлять удовольствие, приносить кайф. А оказывается, всё меняется. В общем... Классно с тобой. Да. В общем, то есть мы сейчас с тобой так всё здорово проговорили, что вот у нас было всё так хреново, да, а сейчас всё так хорошо. Но есть один нюанс, что, значит, у меня тут 4 года, понимаете ли, прошло, у тебя тут вообще 6 лет прошло. Вот давай скажем нашим зрителям, а какие трудности можно испытывать вот во время этого... Ведь есть же переходный период, да? Ведь не всё же сразу гладко. Вот в самом начале переходного периода какие трудности у тебя, например, были такие основные? У меня были... Ну, первое время было трудно переходить на сыроедение, потому что первое время было чувство голода, непонимание, что я буду кушать, неумение готовить себе, ну, неумение как бы вести вот этот образ жизни. Плюс страх, а у меня муж на обычном питании, а я на сыроедении, и как я, как мне быть? Вот всё это у меня утряслось, и я поняла, что я могу прекрасно готовить что-то для себя, делать салаты там. Или вот сейчас я, например, ем уже крупы, я могу сварить кашу на воде и сделать салат, и это будет основное блюдо нашей семьи. И параллельно мужу приготовить что-то, что не ем я, дополнение. То есть не надо готовить общее блюдо, которое я не буду есть. Общим блюдом должно быть то, что я ем. И параллельно что-то для мужа, его там, его пирожки, его там... Вот. А, про трудности. То есть первая трудность была, это адаптироваться вот в этом и понять, как я буду единственная в семье. Муж, сын не такие, а я веду ЗОЖ. Вот это. Плюс трудностью было что? Когда одежды у меня уже не стало моего размера. Как бы мне понадобилось. Когда мне понадобилось поменять гардероб и купить себе на два размера меньше. Это была очень приятная трудность. Приятная трудность. Да, что ещё? А, я испытала... Прошла несколько кризов сыроедения. Вот. У меня были вещи, которые меня пугали. И я, слава богу, есть интернет, рылась в интернете и находила статьи, где люди пишут, вот у меня это было, это криз сыроедения, всё нормально, это этап, который нужно пройти, дышите ровно, всё будет хорошо. Кризы у меня были какие? Вот я сейчас из того, что я помню. Однажды у меня... А, у меня, кстати, я забыла рассказать, когда перечислила проблемы свои до перехода на здоровый образ жизни. У меня была проблема мастопатия. Ну, с молочными железами была проблема. Были у них всякие уплотнения, которые болели. И меня даже отправляли с ними один раз в онкоцентр на обследование, что меня очень сильно испугало и тоже мотивировало. Так вот, когда я перешла на сыроедение, у меня в один прекрасный день все вот эти места в молочных железах, где у меня были уплотнения, резко воспалились, не то что воспалились, они увеличились, как шарики такие были. Вот прямо было видно, я такая была вся похудевшая из-за сыроедения. И у меня раз такие прямо бульбочки, как такие выпирали, как ёжики такие выпирали из груди. Я сначала очень сильно испугалась, а потом поняла, что этот криз, это просто мой организм, очищая себя шаг за шагом, дошёл до вот этих заторов, и он там работает. И буквально через 2-3 дня раз — и всё прошло. То есть я ничего не применяла, я продолжала вести свой здоровый образ жизни, отнеслась к этому с пониманием, всё прошло, и всё, и с тех пор у меня проблем нет в этих местах. И ещё у меня в один момент было раз — и тело всё начало чесаться. Вот прямо зуд, как будто аллергия сильная пошла. Причём я не съела ничего такого. Я тоже вычитала, как я это понимаю, как я это себе объясняю, я не врач. Я думаю, что очищая заторы, мой организм дошёл до какого-то места, где он запаковал, может быть, невыведенные из меня какие-то лекарства старые, давно принятые, ну что-то, какую-то коробочку с грязью он открыл, выбросил это в кровь, и у меня пошла реакция по всей коже. И тоже ничего не применяла, перетерпелась, через полдня у меня этого не было. И третий такой был случай, который тоже запомнился, когда моя тётя, я у неё была в гостях, или там, она мне говорит так, Таня, я на тебя смотрю, а у тебя нет желтухи, ты вся жёлтая, а у меня кожа такая, у меня, в принципе, смугловатый оттенок кожи, такой желтоватый, а это он прямо был раз и как бы пожелтело. Я говорю, чувствую я себя прекрасно, всё у меня хорошо, тебе надо там обратиться к врачу, у тебя что-то случилось с тобой, у тебя там что-то с печенью или ещё что-то. Ну, я уже была научена этим всем, я понимала, что это тоже приз, просто переждала, ничего не применяла, через день у меня этого уже не было. То есть вот это как минимум три случая. У меня, возможно, что-то было ещё, просто уже так не запомнилось. Это были яркие моменты, и хорошо, что я не была одна с этим. Если бы я не знала, я бы, ну, если бы не понимала, что это, я, может быть, где-то дрогнула, побежала к врачам, начала пить какие-то таблетки, но я к тому моменту уже была с ложником таким продвинутым, я уже много чего почитала в интернете, и я понимала, что всё нормально. Это этап, который правильный, это признак того, что всё хорошо. Я на правильном пути. Совершенно верно. Я вот не случайно спросила про трудности, потому что я сейчас могу сказать нашим зрителям, что несмотря на разные, казалось бы, разные пути, которыми мы шли к своему здоровью, то есть я через очищение организма, ты через сыроедение, но по сути это всё равно одно и то же. Мы просто очищали организм разными способами. Я очищала ты через условное голодание, жидкое питание, призмирование, а ты очищала его через сыроедение, потому что сыроедение является очень мощной очищающей практикой, но это известно. Так я к чему это про трудности? Что когда мы начинаем очищаться, неважно каким способом, способом или по огоням, или каким-то сыроедением, или же водным голоданием, и так далее, мы никуда не уйдём от трудностей. У нас обязательно будут кризы, у нас обязательно будут какие-то осложнения, потому что очищение не проходит гладко, оно всегда проходит с некоторыми осложнениями, в большей или меньшей степени, зависимо от того, сколько тяжёлый багаж этих болячек. Поэтому, мотивируя сейчас наших зрителей, я хочу к ним обратиться и сказать, что все осложнения и все трудности – это временно. Когда мы заходим на этап изменения себя, своего образа жизни, надо приготовиться морально к тому, что какие-то трудности всё равно будут. Но скажи ведь, что это же реально их преодолевать. Конечно. Я хочу сказать, ты сказала вот про очистку организма, я хочу сказать, привести аналогию с уборкой. Вы представьте, что вы не убирали в доме много лет. Когда вы питались плохой пищей, употребляли там, не знаю, может быть, курили или ещё что-то, то есть вели нездоровый образ жизни, вы пачкали, пачкали, пачкали и не очищали организм. А тут вы начали давать ему воду, которая растворяет всё, и он начал выводить. Вы начали голодать, быть может, быть может, перешли на сыроедение, и вы начали убирать. А у вас же уже есть авгиевый конюшник, и надо понимать, что вот так вот оно никуда не денется. С этим надо поработать, это надо всё разделить на части, вынести чуть-чуть это туда, это туда, это на мусорник, это унитаз смыть, это ещё что-то. Это работа. И она трудная, но в конце вас ждёт кайф, вас ждёт удовольствие от этого всего. Я прошу прощения, я хотела привести эту аналогию, и, возможно, ты хотела, чтобы я сказала о другом, а я сбила. Нет, всё правильно ты сказала, я как раз именно об этом, что очищение, я называю другим словом, чистилище. Чистилище, оно невозможно, без боней, без грязи, без боли. Когда мы выворачиваем наизнанку наше жилище, которое там загажено, заплёвано. Мы же оттираем эти вонючие, какие-то загаженные полы, всё это воняет, какие-то там склизкие фрагменты. Конечно. В мусорные ящики, нам противно всё это выносить. Это всё жизнь, это всё реально. Вот самые мусорные, склизкие, вонючие завалы, это всё в теле. И когда мы начинаем это всё вычищать, выгребать, оно, конечно, даёт реакцию такую, вау, да, что это гадко, это плохо пахнет. Даже буквально уже там на первой неделе, на второй неделе уже люди видят, вот сейчас у меня марафонцы идут, марафонцы, они уже вот сколько там, ну прошло всего там неделя-две, они уже начали говорить, ой, вот у меня там на языке что-то выскочило, да, а у меня вот там сыпь, а у меня мокрота пошла уже в костчастилище, а они пока ещё ничего особенного не делали, они только изменили питание. Да. Понимаешь, вот. То есть... Вот мокроты тоже, я про них не рассказала, я прямо чувствовала, у меня активно шла мокрота, и всё это, я понимала, что я очищаюсь. Да, да. Вот сейчас... Можно? А, я прошу прощения, хочу сказать одну аналогию привести, которая, на мой взгляд, очень действенная. Когда я это услышала, меня это впечатлило, и я люблю рассказывать это, говорить людям, что тело наше, это единственное место на Земле, где мы можем жить. Вот вне тела, вот сейчас, если что-то случится с этим телом, оно перестанет существовать. Ну, вряд ли мы... То есть всё, вас уже нет, если нет вашего тела. Относитесь к своему телу очень бережно, вычищайте его, заботьтесь о нем. Его нельзя бесконечно пачкать, забивать чем-то, вести нездоровый образ жизни, потому что оно у вас кончится, оно износится, и всё. А другого у вас не будет, вам не дадут другого. Люди не всегда думают, они просто не думают об этом. Это вообще золотые слова, то, что ты сейчас сказала. Действительно, это такая святыня, такая священная, такая драгоценная, оно одно, единственное, один раз в жизни возникает оно, да, это тело, и потом исчезает. И наша святая задача, да, вот прям пронести через всю нашу жизнь вот это трепетное отношение к телу, и раз уж тебе дали это тело, да, ну, сделай всё возможное, сделай по максимуму всё, что ты можешь, всё, что в твоих руках. А в наших руках очень много. Ведь вот, что я, что ты, Таня, мы же, мы не герои, мы не какие-то супер, там, супер-вумен. Конечно, мы обычные. Мы обычные тётки, мы обычные, мы из Советского, там, союза, кто-то с Украины, кто-то, 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 мы обычные тётки, которые просто вот тут осознали, что, если не мы, если мы не возьмёмся, то никто не возьмётся ни поликлиника, никакие платные медцентры, у нас врачи все больные, никто не возьмётся за твоё бренное тело, кроме тебя самой, кроме тебя самого. Это точно. Ты берёшься, да, и ты берёшься с умом, как говорится, ну, с грамотным подходом, с информацией и с огромным желанием, что абсолютно всё достижимо. Нет, нет ничего недостижимого и нет ничего необратимого. Всё обратимо, то есть все диагнозы, которые заработаны, да, они все. У нас, к сожалению, нет много в запасе времени для того, чтобы послушать ещё одну твою историю. Может быть, мы её как-нибудь тогда на другой эфир, вот про это страшное заболевание, которое ты пересла и выжила. И как мне мой здоровый образ жизни помог. Да. Да. Просто у нас сегодня не будет этого времени, но это подстегнёт наших зрителей, чтобы ещё раз прийти на эфир. Сама по себе твоя история, она, да, она показательная, но вот эта история с твоей болезнью, ты выжила всем смертям назло, это будет следить эфире, и вот это будет ещё лишний раз подтверждение. Таня, если ты ещё что-то хочешь сказать напутственное, говори. Если, да, говори. Если можно. Я хотела сказать о том, что здоровый образ жизни, это тоже к теме мотивации. Мне здоровый образ жизни помог осуществить несколько моих мечтаний. То есть, мои мечты просто становятся реальностью благодаря этому, вот тому, что я веду здоровый образ жизни. Например, мы переехали из Украины в другую страну, к Тёплому морю. Мне бы это было невозможно, моё мозг бы даже не работал в этом направлении, если бы я не перешла на СОЖ. А то, что у меня появились силы, энергия, и для меня просто, не знаю, препоны рухнули. Вот голова изменилась вместе с телом, и мы захотели, сделали, переехали. Вторая мечта у меня была когда-то давно заняться горным велоспортом. Я знала людей, которые на велосипедах собираются, ездят, куда-то в грубие страны летают на велосипедах, делают длинные походы такие, куда-то ездят в какие-то страны. Для меня это было так, это не про меня. Я просто завидывала этим людям. Сейчас я уже третий год в команде по горному велоспорту, и я и в соревнованиях участвую, в таких, не профессиональных, это не профессиональный спорт, это увлечение просто. И у меня есть медаль, у меня даже есть медаль по триатлону, по местному триатлону такому, не айронмен, но тем не менее. И я участвовала в марафонах. мне бы этого раньше, это круто, и это можно было только мечтать. А сейчас, то есть я не пробегала длинной дистанции, я не пробегала сорок два километра, я пробегала короткую дистанцию в рамках марафона, то есть пять километров, и ни одного, нескольких марафонов я бы участвовала. Но и раньше я бы об этом даже не подумала. Это не про меня. я вообще не была спортивной, а сейчас я вижу где-то объявление о каком-то марафоне, о, круто, я туда записываюсь, прихожу, я участвую, я в этом драйве, и это, ребята, я когда первый раз была на марафоне, мы стоим перед стартом, объявляют всё, и у меня слёзы текут, реальные слёзы от того возбуждения, от той радости, от того чувства, что неужели я в этом всём, это про меня. Это было просто потрясающие эмоции, очень, очень сильные эмоции. В общем, я не знаю, сколько у нас осталось времени, сколько у меня времени в этом эфире, но, ребята... Нет, подожди, не уходи, у нас осталось ещё пять минут, я почему тебя спросила, всё ли ты сказала, ты пока не уходи, я тебя не хочу сейчас открою. Хорошо. Я хочу включить комментарии, может быть, у наших зрителей есть вопросы и к тебе в том числе. Попробуем... Пожалуйста, да. Сейчас я... Да, буду... Давай, давай включай. Я включаю комментарии. Хорошо. Так, ребята, хоть я и сказала, что у нас сегодня не будет вопросов и ответов, но вот видите, такой разговор получился, что, мне кажется, наверняка вы заинтересовались, наверняка у вас есть какие-то вопросы к Татьяне, возможно, может быть, возможно. Задавайте тогда, у нас ещё есть немножко времени. мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Ещё минут 10 можем поотвечать. Вот тут хлопают в ладоши, вот ты видишь? Да, я вижу. Видишь? Да. Спасибо. Спасибо. Мы супер. Вы тоже. Не, на самом деле, на самом деле, да, мы сейчас можем сказать про себя, что мы супер, и мы гордимся собой, и мы себя уважаем, и мы себя очень любим, но ведь напомню, что мы были обычными толстыми тётками. Да. Спасибо. Я вижу там добрые слова, которые пишут люди. Очень приятно. Да. Здорово, что вы пришли на эфир. То есть, я говорю, это с любовью, толстые тётки, потому что это всё равно любовь к нам прежним и любовь к тем, кто сейчас вокруг нас, потому что, думаю, что вокруг нас сейчас больше всё-таки людей с проблемами, нежели именно уже достигших. Так. Я увидела вопрос, мелькнул, про мой блог. Да. Он мелькнул быстро, но, наверное, спрашивали, как называется. Он называется «Назад к здоровью». Почему я выбрала такое название? Потому что это был мой путь. Я уже была больная, и я вернулась назад к здоровому состоянию. То есть, «Назад к здоровью» это мой блог. Спрашивают, сколько мне лет. Мне через… Ну вот в сентябре мне будет 48. Но чувствую я себя, вот если говорить о возрасте, я где-то на 27. Я примерно тоже так же себя чувствую. и если вносить волосы… Вот спрашивают, как семья отнеслась к переходу на ЗОЖ. Поддержка была? Ну как вам сказать? И да, и нет. У меня муж не зожник. Он так как бы… Ну вроде как сочувствующий, но сам он не переходил никогда. И он, в принципе, сразу был не сильно хорошо настроен. Но потом, когда я начала… Когда я начала не просто этим заниматься, не только этим заниматься, я ещё начала вести блог, и люди начали писать мне, отвечать, «О, как круто!» начали поддерживать. И появилась какая-то известность определённая в каких-то кругах. Мой муж сказал, «О, это круто!» И он стал меня поддерживать. То есть, это как нет пророка в своём Отечестве, знаете? То есть, то, что признание другими людьми, оно помогло ему открыть глаза и увидеть, что это действительно работает. И сейчас он уже лучше стал питаться, он уже со мной во многом… Ну, многие… Больше моих интересов стал разделять, только благодаря тому, что он увидел, что люди их разделяют. Там задают деликатный вопрос, как у вас дела со стулом, признавайся. У меня со стулом вообще идеально. Мне очень странно видеть, как люди окружающие там как-то редко… То есть, они там раз в три дня ходят, и по-большому, извините, это можно в эфире говорить. А у меня этого нет ничего. Для меня… Я не сижу в туалете с книгой или с телефоном, чтобы что-то почитать. Потому что я, например, если мне надо пойти за тем, за чем люди ходят в туалет, иду, делаю и выхожу. То есть, это занимает… Ну, как бы раз захотела, сделала. У меня нету каких-то там либо запоров, либо каких-то других проблем. Как же питаетесь, если готовите ещё семья, другую пищу есть? Ну, это уже было… Я не готовлю… Ребята, я уже говорила вначале, я не готовлю сложных блюд, которые не могу есть сама. Я готовлю на себя и дополнительно для мужа что-то, что не ем я, отдельное, несложное. И всё, он уже привык. О режиме питания во время суток просят. В сутках как. Ну, у меня сложилось так. И, кстати, недавно ребята у меня спрашивали, ты ешь каши по утрам. Все же едят кашу, ты же, наверное, ешь кашу. Что ещё? Я не ем кашу. Я не знаю. Я утром… Последнее время вообще долго не ем. А, я, кстати, вообще не говорила про голодание. Я же голодала долго. Раз в две недели 36 часов. По Айкадаши голодала. Это я просто вспомнила, хотела об этом сказать, когда я говорила про то, чем я… Что входит в моё понятие здоровый образ жизни? Голодание тоже. А про режим питания я сейчас очень часто не завтракаю вообще. Или завтракаю фруктами. Я не знаю. Мне не хочется есть часов до 11-12. И я не ем. Я спокойно могу не есть. Причём тренировки какие-то делать большие. Там, не знаю, 50 километров проехать на велосипеде, но при этом ничего не есть. Для меня это нормально с самого утра. Потом я… Таня, можно я прибью? На секунду. Да. Просто я прям, к слову скажу, что с изменением вообще образа жизни в сторону здорового, изменением питания уменьшается потребность в количестве пищи. Да? Заметила? Да. Да. Уменьшается зависимость от еды. Раньше, если волновалась, что ой, как, как можно там полдня не есть или там какие-то проблемы будут. Никаких проблем. Спокойно. Я могу не есть сутки, двое суток, там голодать нормально. Всё в порядке. А в течение дня я ем, обычно начинаю какие-то фрукты, овощи. Ближе к концу дня я съедаю какую-то кашу. Я очень люблю рис, гречку. Вот что-то из этого. Не глютеновые крупы. Я варю без молока, без ничего. Я не ем молока. Салат какой-то большой. Много всего в салате. И если есть какое-то мясо, которое буду я есть, то, которое я не считаю там сильно вредным, то я его съем. Если нет, то нет. Ну, например, ещё люблю рыбу. Вот я засаливаю лосося. То есть я могу съесть вот кашу рисовую, салат и пару там этих пластиночек лосося отрезать себе. Если я хочу чего-нибудь вкусненького, то для меня это фрукты. Фрукты, орехи, семечки. Я вот думала, будут спрашивать, чем я питаюсь. Я вот поставила вот этим я питаюсь. С ливами, яблоками. Я могу присоединиться тоже к тебе и сказать, что я питаюсь примерно так же, как ты. Только я не очень люблю крупы, я их редко ем. У меня это больше овощи. Ну, какие-нибудь там тушёные, запечённые. А так, в принципе, примерно в таком же формате я питаюсь. Ещё я хочу сказать, что я многие овощи, которые люди считают, что их надо готовить, я ем сырыми. Например, свёклу. Свёклу я ем сырой. Морковь, свёклу, вот салат такой, там капуста. Нормально, отлично. Кабачки я ем сырыми. Ну да, те, кто переходит на ЗОЖ, они уже знают, что всё, что можно есть в сыром виде, надо есть в сыром виде. Так, у нас осталось 8 минут. Ещё какие-то вопросы? Денис, вот Денис мне пишет, не пропустил ли он ответ про мой блог. Денис, мой блог называется «Назад к здоровью». А он, наверное, уходил попить воды, поэтому он пропустил ответ. Так, ну, Тань, я я прямо не знаю, как мне, какие слова благодарности. О, моя сестра из Ленинграда, Санкт-Петербурга, смотрит нас. Аня, привет. Классно. Я очень рада, что мы сегодня вместе, что я нашла, вернее, меня познакомили с тобой, потому что это здорово. Даже нам, ЗОЖникам, здорово понимать, что мы не одни. Да. Очень здорово понимать, что люди не одни, когда они переходят только, да, вот почему там вопрос про семью, про поддержку, поддерживает ли семья. Да, это здорово, когда ты переходишь, да, тебе трудно, и ты получаешь поддержку там от тех, кто уже в теме. Но даже мы, вот ЗОЖники, да, скажи, ведь это здорово, когда единомышленники вокруг тебя, и ты понимаешь, что, о, мы сильны, да, у нас такая армия. Да. Это классно. Братство. Братство. Вот что. Да. Очень классный эфир, здорово, что ты поднимаешь такие темы, это очень нужно. И я рада, когда я объявила, что этот эфир будет, мои друзья, многие вот и родственники пришли, я сейчас вижу, Света, я тебя тоже видела, привет. все пришли на этот эфир, это очень приятно. Наша тема, как это, наше дело правое. ЗОЖ, это, ЗОЖ рулит, ребята. и все будет здорово, только если мы будем в ЗОЖ. Все будет здорово. Да. Я тогда тебя сейчас закрываю, еще у меня парни будет к моим зрителям. Спасибо. И я не прощаюсь надолго, думаю, что никто не прощается, потому что мы наверняка сделаем еще какой-нибудь бомбический эфирчик. Спасибо большое. Спасибо, вы меня все тоже зарядили, мотивировали, я очень рада была пообщаться. Спасибо тебе. Все, пока. Пока. Так, у меня что-то не получается, у меня не получается тебя убрать, но если ты хочешь, можешь оставаться. Я, может, могу как-то выйти сама? Если ты торопишься, можешь уже выйти, у нас еще 5 минут просто есть, а можешь оставаться, как хочешь. Давай, я остаюсь, но ты уже говори о своем. Да, я просто хотела сказать моим зрителям, что вот такие эфиры о мотивации я хочу проводить и проводить, и проводить, и проводить, и проводить. Почему я это хочу? Я объясню. Потому что ко мне приходят на консультацию мои клиенты, и они такие все воодушевленные, они, Бая, вы меня замотивировали, Бая, вы меня обыкновили, я хочу как вы. И вот они приходят, они платят деньги, они идут, то есть они хотят идти по моему пути, и мы начинаем работать, и мы начинаем работать, и мы работаем, работаем, и вдруг шар сдувается, и клиент уходит. И вот мне бывает так всегда обидно, я вообще переживала раньше страшно. Сейчас я не переживаю, сейчас я понимаю, что каждый проживает свою судьбу, каждый проходит свой путь. Но раньше я переживала, потому что я думала, я чего-то не задала, я что-то не так сказала, я его не удержала, я не смогла ему помочь, он ушел. То есть они просто уходят, не прощаясь, не все, не все, но много. То есть процентов 60-70, наверное, все-таки уходят, процентов 30 остаются, и это такая золотая моя составляющая, то есть это такие золотые люди, которые у меня готовы работать вообще бесконечно, бесконечно, много-много лет, потому что это упертые люди, которые хотят результата. Ну так вот, мотивация, да, я теперь понимаю, почему они уходят, у них мотивации нет, у них они теряют свою мотивацию, поэтому они уходят. Вот, поэтому я думаю, что мы еще будем прямо целую, наверное, вот серию делать таких мотивационных видео там и прочих-прочих материалов, потому что людей надо мотивировать, людей нужно вытаскивать из болота, в котором они находятся, из болота вот этих вот болячек и неверия в свои собственные силы. Вот, вот это я хотела сказать своим дорогим зрителям, что все абсолютно реально, все в наших силах, мы с Таней тому доказательство, да и среди вас, я думаю, наверняка есть уже те, кто уже продвинулся в сторону здорового образа жизни, и нужно подтягивать остальные. Так, и еще буквально там у меня две минуты, поскольку мы, вот, женщины, я женщина, Таня женщина, и подписчики меня, и зрители, в основном, конечно же, женщины, 99,9% это женщины, поэтому один из ближайших эфиров у меня будет посвящен женской теме, поэтому женщины, к вам просьба, пишите мне либо в директ, либо там в комментарии вопросы, которые вы бы хотели осветить на женском эфире, чисто женские вопросы, вот чисто женские, которые может задать только женщина. Вот на этом я, пожалуй, закончу свой эфир. Благодарю всех, кто принял участие сегодня, Танечка, еще раз благодарю, и завершаю эфир. Всего доброго. Это было круто. Да, я думаю, что да. До новых встреч. Всего доброго. До новых встреч. Пока.